Ты же сейчас так хочешь, вы знаете, когда очень чего-то хочется даже есть, вспомните из детства, мы забегаем домой, и даже не помыв руки, что сейчас особенно актуально в наше время, родители и бабушки, и дедушки говорили нам, помой руки, мы с детства их не научились мыть, и естественно, мы постсоветские люди, не умеем их мыть, и сейчас, и нам с экранов об этом говорят, и мы забегаем, и первое дело, вот надо схватить корочку хлеба, или в магазин идем за хлебом, помните, вот кто по старшему возрасту, покупаем хлеб, и пока идем, обязательно обкусаем, потому что не терпится, он так вкусно пахнет, да, ржаной хлеб или батон, нам так хочется поскорее, поскорее взять то, что является частью нашего желания, чтобы его осуществить, и вот сказано, что Иисус постился, он был голоден, он был уставший, и вот к нему дьявол подходит в тот момент, знаешь, когда ты готов, тебя никто не ударит, когда ты готов к атаке, тебя никто не атакует, вот сейчас ты идешь и думаешь, вот сейчас я поговорил бы с ним, сейчас бы я поговорил бы с ними, сейчас я готова к этим переговорам, сейчас я собрался с мыслями, не встречаешь этих людей, не приходят они навстречу, не получается этих разговоров, не случается кризисная ситуация, к которой ты готов, и другая ситуация, ты сейчас и разбит, и подавлен, и испуган чем-то, и уставший, и вдруг, как по верной русской пословице, беда пришла, отворяй ворота, беда не приходит одна, и вдруг к тебе начинают с разных сторон атаки приходить, и от близких, и от дальних, и от знакомых, и не от знакомых людей, и ты не понимаешь, почему на тебя так сразу много всего навалилось. Вы, наверное, знаете, вот такое образное выражение, в русском языке есть небо с овчинку, слышали, быть может, филологи говорят, что, одна из версий, что появилась она в одной из деревень давным-давно, там кузнец Иван был, и у него была жена, и одного малыша ждали, а там замершая беременность, второго малыша ждали, а там выкидыш, и не получалось родить ребенка, а так они мечтали об этом с благоверной своей. И вот он поехал на заработки в город, жена ждала ребенка очередного, уже, в принципе, выносила его, вот-вот время родить, он поехал купить необходимых там продуктов, гостинцев, и когда он через полторы недели вернулся домой, его встречает староста деревни, старейшина деревни. Он выходит и говорит, Иван, надо сесть. Он остановился, он говорит, что опять? Она потеряла? Он говорит, нет, она тоже умерла. И он отцепенел, встал и говорит, Ферапонт, а почему небо такое маленькое? Я могу его руками обхватить, я дышать не могу, а небо могу в руках держать. Она как овчинка, которую я купил своему новорожденному ребенку, надеясь, что я возьму его на руки. Небо с овчинку стало. Оно горе мое вместить туда не может. Оно вот эту безвоздушность мою внутреннюю вместить туда не может. Небо с овчинку для человека. И вот так, когда ты не готов к удару, тебя туда бьют. Да ладно бы чужие, а иногда и свои. И вот первая потребность, эта потребность как раз она материальная, с хлебом связанная, со страхом связанная. Как мне прокормить? Как выжить-то на это? Как с этим пройти это время, это лихолетие? И Господь говорит, а не хлебом от ним будет сыт человек, а всяким словом Божьим. Потому что, когда ты призываешь в свою жизнь Слово Божье, это Слово Божье начинает приносить в твою жизнь и хлеб. Так было. Мы еще ниже этот рассмотрим примерно, но забегая немножко вперед, я скажу, Господи, отпусти этих людей, им же есть нечего. Он говорит, а чтобы людям есть, им не нужно уходить от меня. И вы им дадите этот хлеб через эти две рыбки и пять хлебов. Чтобы людям напитаться, прокормить свою семью, им не от Бога надо бежать в большие города, им не от Бога надо бежать на новые места работы, им не от Бога надо бежать за новыми кредитами. Им у Бога нужно получить обеспечение, нужно получить хлеб насущный. Поэтому он сказал, лукавый, отойди, ты хочешь сейчас сыграть вот на моем сильном желании, на моей потребности. Но он поставил этому запрет. Дальше, смотрите, пятый стих. Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногою твою. А Господь говорит, так написано, и не искушай Господа Бога твоего. Смотрите, Господь постоянно отвечает из слова, потому что вера отслышания, Римлянам 10, 17, отслышание от слова Божьего. Нам нужно обращаться к слову, нам нужно знать слово, нам нужно говорить слово в эту жизнь, этому страху, этому давлению, так, как делает это Господь. Потому что мы христиане, и мы должны поступать так, как Он поступал. Бросься вниз. Как нам часто хочется бросить все, бросить работу, церковь, бросить этого мужчину или женщину, бросить эти отношения. Бросься вниз, бросься. Бросься, потому что ты здесь уже не можешь терпеть, не можешь выжить. Все, надо хлопнуть дверью и уйти. Брось, брось это все, оставь это все. Там новый этап, новый старт, ты прорвешься. Там новые смыслы появятся, новые точки роста. Бросься. А Господь говорит, не искушай. Куда бросься-то? Кого бросить? Своих? Своих не бросают. Своих женщин не бросают. Своих мужчин не бросают. Детей своих внуков не бросают. Друзей своих не бросают. Кого ты собрался бросать? Ради чего? Ради неизвестности? От своей земли не отказываются. Понимаешь, нельзя отказываться от того, что тебе Бог уже дал. Это надо выращивать, беречь. С этим надо учиться договариваться. Это нужно благословлять, за это нужно благодарить. И когда вот это желание бросится туда, отсюда, и кажется, что там ты новый глоток воздуха получишь, новый смысл обретешь, это искушение. Господь говорит, не искушай, Господа Бога твоего. От благословения не отказываются. Из дома не убегают. И из дома Божьего не надо уходить в этот мир, который, по слову апостольскому, возле лежит. Здесь есть грех. Греческое слово «амартия» означает не только промах, но еще и ошибка. И как часто тебе хочется бросить все и пойти туда, и через некоторое время ты останавливаешься и понимаешь, что ошибся. Тебе не нужно было уходить отсюда. Тебе нужно было остаться здесь. Иногда нам не хватает чуть-чуть потерпеть, правда? Вот до финиша уже полшага осталось, и многие люди сходят с дистанции. А человек ведь оценивается не потому, как он стартанул, не потому, как он проходил дистанцию, а потому финишировал он или нет. Господу нужен плод, результат. Он приходит с тобой поговорить не о том, каким ты был в детстве, не как ты свою дистанцию проходил. Сколько ты там подтягивался в молодости? 15-20 раз – это не факт. Давай-ка сейчас посмотрим на турник, голубчик. Какие у тебя раньше отношения были? Я не знаю. Покажи, какие сейчас у тебя отношения. Мы оцениваем человека по финишу, а не по старту. Мало ли, что у кого было в прошлом. Прошлого уже нет. И дистанции уже нет. Я хочу посмотреть на тебя сегодня. Поэтому Господь смотрит на нас с вами сегодня, и Он желает увидеть результаты и плоды. Я дал тебе талант. Не закапывай, не хлопай дверью, не бросайся, не уходи во все тяжкие, не срывайся. Здесь твой дом, вот здесь твое место. Вот здесь Бог. Он не умер, Он не упал, Он никуда не делся. Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 8 по 9 стих, 3 искушение. И вот все царство мира показывает славу и говорит, вот все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. А Господь опять говорит, написано. Нельзя поклоняться вещам, забывая о людях. Нельзя поклоняться людям, забывая о Боге. Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Потому что если ты поклонишься чему-либо другому, ты станешь рабом этого. А мы с вами рабы Божьи, значит, мы больше ничьи рабы. Человек подходил к Богу для того, чтобы встать на колени. И Бог его поднимал, чтобы он больше ни перед кем никогда на колени не вставал. Ни перед деньгами, ни перед страхами, ни перед слабостями, ни перед людьми, ни перед своим прошлым, ни перед неизвестным будущим, ни перед сложным настоящим человек не должен опускаться на колени. Потому что Бог его с колен поднял. Вставай, иди. Вставай, иди. Он постоянно поднимает мужчин с колен. Посмотрите, весь Новый Завет об этом. Вставай, иди и расскажи дома, что сделал с тобой Господь. Вставай, иди к своим домой. Они заждались тебя, потому что ты без движения долго был. А там уже обои поклеили. Ремонт сделали давно. Они так давно не видели тебя ходящим, говорящим и бегающим. Они соскучились по тебе новому, по тебе настоящему и живому. Вернись домой. И не стой на колени, не опускайся на колени. Вы, если помните, был такой блокбастер 300 спартанцев голливудской. И там, значит, есть такой ключевой момент. Он мне очень нравится. Когда персидский царь говорит вот с этим стариком-горбуном, который предал царя Леонида и 300 спартанцев, и он говорит, ты знаешь, царь Леонид требует от своих воинов одного и от всех мужчин и женщин, чтобы они прямо стояли перед ним, а мне достаточно, чтобы ты опустился передо мной на колени. Мне нужны предатели, которые стоят передо мной на колени. Я дам тебе все. Бог не опускает человека на колени. Бог не запугивает человека. Потому что в страхе есть мучение, а в любви мучения нет. Совершенная любовь изгоняет страх. И когда испуганный человек прибегал к Богу и говорил, Господи, как же мне получить эти деньги? Эту власть, эту славу, эту реализацию, эту экстраполированность, распространенность на разные сферы жизни своей. Господь говорит, нет, 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 ты напуган, голубчик, голубушка, вставай с колен, вставай, не бойся. А во-вторых, Господь потом скажет нам с вами в молитве «Отче наш», он говорит, ведь дьявол лукавит, потому что твое есть царство, твое есть, твоя есть сила и твоя есть слава. То есть по-другому, молитва «Отче наш», Господь в ней говорит, дьявол, тебе здесь ничего не принадлежит, никакое царство тебе здесь не принадлежит, никакая слава и никакая власть. Ты обманываешь человека, ты лжешь человеку, ты лукавишь перед человеком, ты обещаешь ему то, что тебе не принадлежит, то, что ты ему дать не можешь, потому что это все Божье. Итак, первое давление через потребности. Давайте пойдем дальше. Давление через деньги. Это вторая форма давления. Ну, оно так и есть. Деньги – это, собственно говоря, та штука, та тема, которая так или иначе в жизни человека с утра до вечера присутствует, сопровождая его. Мы с вами говорили на семинарах на минувшей неделе о том, что три любимых темы у современного человека – это желание, это обиды и деньги. Деньги в разной последовательности. Это ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Ну, мы все умеем чужие деньги в чужом кармане считать, правда? Давала женщина свои деньги, давала и Иисусу. Ну, люди посчитали, что это слишком много так тратить на Иисуса. И многие люди, приходя в церковь, считают, ну, это вот слишком много пожертвовать сюда. Немного ли будет пожертвовать на Иисуса, пожертвовать на церковь столько? Такую десятину, такие пожертвования. Немного ли дать такую милостыню нуждающимся на улице? Немного ли это моим родителям будет, если я им столько денег дам и помогу? Немного ли это? Не слишком ли это? А может быть, если не просят, то вот можно и канарейку за копейку. Правда? А можно и ничего. Зачем? Почему в церкви о денег это говорят? Здесь же свет бесплатный, помещение бесплатное. Тут же все, тут коммунизм. За это уже кто-то все заплатил. Поэтому я сюда прихожу для того, чтобы просто потреблять и пользоваться. Но так и дети ведь, многие внуки полагают, приходя к родителям, что родители им должны до сих пор. Внучок, а тебе сколько? Мне только 37. Сынок, а тебе сколько? 52. Родители мне должны мою ипотеку покрывать, мои кредиты покрывать. Со своими внуками сидеть. Это же их внуки. Вот они и должны с ними сидеть и обеспечивать их. Да, это мои дети, но это и ваши внуки. Внучат ведь любят больше, чем детей. Только я не ревную ничуть, как в той песне, да? Вот, пожалуйста, заботьтесь. Значит, вот Иисус говорит им дальше. Смотрите, Иисус, уразумев все, сказал им, да что ж вы женщину-то смущаете? Она ведь доброе дело для меня сделала. У нее не с вами отношения, она не к вам с этими деньгами пришла, она ко мне пришла. Голубчики, вы чего деньги-то в моем кармане считаете и в ее кармане? Если бы у меня были такие деньги, я бы знал, куда их потратить. Такие, какой же он христианин, если он эти деньги вот так вот тратит? Не считая чужие деньги в чужом кармане. Это вызовет зависть, вот это давление будет на тебя изнутри, значит, сжимать тебя, прессовать тебя. Ты придешь расстроенный домой, начнешь об этом с мужем или женой говорить. Вы друг другу настроение испортите. Идеал через это сравнение и подсчет чужих денег в чужом кармане украдет у тебя сегодняшний день, сегодняшнее время. А время – это наша с вами жизнь. А время не монетизируется, понимаете? Это самое дорогое, что у нас есть. Что есть дороже времени и дороже жизни? Да ничего, вообще ничего. Время – это жизнь. И дьявол хочет нашу жизнь украсть, наше время. Поэтому послание к Ефесину в пятой главе апостол Христов, апостол Павел пишет. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, выкупая, в оригинале так стоит, выкупая время за большие деньги, потому что его больше не будет. Моему ребенку больше не будет один год, ему больше не будет 16, ему больше не будет 18, ему сейчас это есть. Не меняй его на деньги. Моя жена уже больше такой не будет, мой муж уже таким не будет, мои родители через мгновение уже такими не будут, а может быть их и уже не будет. Сколько нам вообще жить-то осталось? Люди же отпусками, если так измеряют, да? Сколько? Десять отпусков? Пятнадцать? Восемь? Семь? Сколько нам еще здесь на земле Господь отвел в нашем земном странстве и в своем промысле положил? Зародыш мой видели, очи твои, и все дни для меня назначенные, когда еще ни одного из них не было. Сколько нам еще здесь осталось? Сколько нашим близким еще здесь осталось? И неужели вещи и деньги дороже, чем люди, наши люди? Третье. Давление через родственников. Идет следующее давление. Деньги давят, да, но это одно. Но есть еще родственники, есть родные и близкие. Это тоже давление в жизни человека. Папы, мамы, тети, дяди, мужья, жены, дети, бабушки, дедушки. Евангелие от Матфея, 12 глава, 47 стих. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Стоят вне дома. Посмотри, Иисус, пока ты здесь исцеляешь, пока ты здесь утешаешь, пока ты здесь работаешь, это же работа твоя, служение твое, там матушка твоя пришла и братья. Оставь все и выйди. Вот и Игорь Игоревич только буквально две минуты назад говорил, что людей нельзя менять на работу и на деньги. Как легко можно все подменить. Оставь это все, Иисус. И теперь с головой уйди в семью. Теперь с головой уйди в родственников. А у них ведь нескончаемые желания, и не только добрые желания. У них ведь нескончаемые потребности, и не только ведь Богом одобряемые потребности. Потому что есть желание-потребность, а есть желание-похоть. И сказано, что Бог восполнит всякую потребность вашу. А попечение о плоти, то есть о потребности, не превращайте в похоть, говорит апостол Христов. Вот желание-похоть Господь осуждает, а желание-потребность Господь восполняет. Поэтому потребности наши Господь всегда восполнит, всегда. А вот когда у нас похотливые желания, только мне, мне и еще раз мне, Помните, как Папандополов в свадьбе Малиновка говорил? Это мне, это опять мне, это снова мне, это непременно мне. Вот в этом смысле, если, конечно, так получается, то Господь говорит, дорогой мой, остановись. Останься, ты не один, ты не одна в этой жизни, и в этой семье, и в этой церкви. Поэтому Господь говорит, вот, Матерь моя и братья мои, кто исполняет волю мою, он не отказывался от мамы, он даже на кресте о своей матушке позаботился. Он обращается к апостолу Иоанну и говорит, Иоанн, теперь это мама твоя, позаботься о ней. Я ее никому доверить не могу, кроме тебя, потому что ты меня так любишь, и я тебя люблю. В наших отношениях нет страха, и только в чьих отношениях нет страха, я могу тебе доверить самое дорогое, свою маму. Он от своих, Иисус, никогда не отказывался. Он о них заботился, просто правильные приоритеты. Бог на первом месте, Бог на первом месте. И он служит, он служит и показывает, что Богу надо служить, людям надо служить. Но это так же, как твоя работа. Если ты на работу приведешь семью, ты работать не сможешь. Они дома ждут, ты здесь трудишься, это нормально. Дальше посмотрим. Четвертое. Давление через влезание в дела других людей и помощи. Давление через влезание в дела других людей и помощи. Ведь есть люди, которые, понимаете, они мимо пройти не могут. Всем надо помочь, всем надо посоветовать, всем надо объяснить, как им воспитывать детей, как строить отношения, как вести бизнес, как начинать служение и так далее. Вот есть такие люди, правда? Я не знаю, я таких встречал, но, может быть, здесь, в Сочи, таких практически нет, которые влезают в чужие дела и дают советы постоянно. И предлагают помощь даже тогда, когда их не просят. Евангелие от Луки 12, 13. Господу подходит человек и говорит, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Иисуса пытаются отвлечь от его жизни и привлечь в жизнь других людей, чтобы он начал проживать их жизнью. Вы знаете, как дьявол ворует наше время, нашу жизнь и наши чувства и эмоции? Он нас заставляет постоянно думать и говорить о чужих людях. Ты представляешь, Петька теперь на Машке женился, купили машину, построили дом. Через полгода, представляешь, сегодня Петьку с Машкой увидел, девочку ждут. Да, там была замерзная беременность, а вот теперь девочку ждут. Через три года встречают. Ты представляешь, они свою девочку планируют в Великобританию отправить, в колледж учиться. И вот так всю жизнь мы кого-то сопровождаем, обсуждаем, постоянно говоря, свое время трача на чужих людей. И упуская свою собственную жизнь, вместо того, чтобы с женой о жене поговорить, с мужем о мужей поговорить, с детьми о них поговорить, с Богом поговорить, мы начинаем говорить о том, как живут другие люди. Ты представляешь сегодня, Колька Машку, как гонял по двору-то, а? Ты представляешь, как орали, как визжи. И чего? И вот ему говорят, скажи, чтобы мой брат разделил имение. Понятно, что всегда наследство оставлялось старшему, первенцу. И первенец должен был после смерти родителей разделить между братьями имение. И Господь говорит ему, так а кто меня поставил судить и делить? Голубчик, если ты торопишься получить деньги и наследство от своего отца, от своего старшего брата, но это твои проблемы. Подожди, придет время, вступит в наследство через шесть месяцев и разделит. Нет, Господи, я сейчас хочу. Я сейчас, помните, как младший сын из притчи о блудном сыне. Я не хочу ждать, старик, пока ты умрешь. Ты можешь еще 40 лет прожить, у меня молодость закончится. Я сейчас хочу побыть золотой молодежью. Дай мне часть твоего имения. Я не хочу ждать. Поэтому умри для меня, отец. И дай мне просто вещи. Пятое давление. Через непонимание оставления предательства. Давление происходит через непонимание близких людей, через то, что нас оставляют близкие люди и значимые для нас люди, и через то, что они предают. Вот три библейских примера. Евангелие Атуана 6, 66-67. Непонимание. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12. А не хотите ли вы отойти? Вы помните, о чем идет речь? Иисус говорит, что если не будете есть плоти и пить крови сына человеческого, вы не увидите жизни вовек. И многие ученики его сказали, да кто может это слушать? Они не поняли его. Казалось бы, подождать всего лишь несколько лет. И они бы были на той тайной вечере. Они бы были там в этой горнице при основании новозаветной церкви. Вот торопиться. Если я не понимаю, я ухожу. Если я не понимаю, я вычеркиваю из своей жизни. Ты можешь не понимать своего отца или мать, своего сына или дочь, своего мужа или жену, своего пастыря или посолного. Не торопись вычеркивать. Непонимание – это не обязательно влечет за собой списание этого человека. Не торопись, подожди, подожди. Может быть, пройдет буквально короткое время, короткий период времени, и ты все поймешь. Бывает такое, правда? Скажите, пожалуйста, вы знаете феномен лестничного мудреца? Вот я к ним отношусь. Это когда я после разговора на лестнице вспоминаю, о чем надо было сказать. И о чем не надо было говорить. Вы не знаете таких людей, нет? Вот вроде говорил, 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 отходишь и думаешь, да, вот это вот точно не надо было говорить. А потом вот это нужно было говорить. Мы не понимаем зачастую в разговоре, что нужно, что не нужно. Проходит время, и мы начинаем понимать. И вот главное – не наломать дров вот в этот промежуток времени, когда мы не понимаем. Помните, Иисус так и говорит, что вы не понимаете сейчас, вы чуть-чуть попозже все поймете. Все пазлы сложатся. Все займет свое правильное место. Так ведь и детки наши, они ведь нас больно ранят и обижают своим непослушанием, да? А когда вырастают и становятся родителями, они вдруг нас начинают понимать. Вот теперь второе, смотрите. Оставление. Евангелие от Марка 14.40. Тогда, оставив его, все бежали. Бывает так, что люди убегают от нас, оставляют нас. Почему? Потому что испугались. Потому что испугались, что не справятся. Потому что испугались, что могут под раздачу попасть. Его увольняют. Так теперь мы его не знаем, этого человека. Да нет, мы с ним и не общались никогда в отделе. Да нет, в бухгалтерии сидели, ну здоровались так, но никаких общих дел не имели. В программе там ни в парусе, ни в сбис, ни в чем не вместе не работали. Ни в один из... Нет, 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 мы не знаем вообще этого человека. Ну ты, нет, ну видели, он тут 40 лет сидел, но так-то, в принципе, так. Мы даже кофе вместе не пили. Очень быстро люди начинают оставлять. Чуть-чуть буквально ветерок подует, чуть-чуть стул зашатается, и ты вдруг видишь, как люди побежали как в разные стороны, да? Ты не оскорблял, не обижал, не предавал людей, но они очень быстро тебя начинают оставлять. И, наконец, предательство. Иоанн Георгий от Марка 14, 44. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Предательство в этом выражается. Предательство не всегда – это удар под дых. Предательство – это всегда через поцелуй. Предает тот, кто наиболее близок к тебе. Когда меня предает человек, который я практически не знаю, разве это предательство? А что от него ожидать? Я от него, в принципе, на него никаких больших планов-то и видов не имел. Вот где-то человек на периферии моей жизни и потом пропал. Я и не расстраиваюсь, правда? А когда больно-то, когда близкие вот здесь вот, плоть от плоти, кровь от крови, тот, на которого ты опираешься, тот, с которым ты ходишь. Помните, как в одном из псалмов говорится, в храм Божий вместе ходили. И вот вроде ты хочешь опереться на этого человека и опираешься, и вроде целует тебя этот человек, и обнимает тебя этот человек, а через это предает. И вот Иисус прошел через эти три давления – непонимание, оставление и предательство. Его оставляли, Его не понимали, Его предавали. Но Он пытался понять. Он не оставлял. И Он никого не предал. И ты теперь понимаешь, что мы с тобой умеем оставлять, не понимать и предавать. Но Он не меняет отношение к нам. Он сказал, я тебя не предам, я тебя не оставлю и не покину. И я всегда буду пытаться тебя понять. Потому что ты моя дочь. Потому что ты мой сын. Я буду пытаться тебя понять. У меня мудрости больше. Я старше тебя. Я мудрее тебя. Ведь родители больше детям прощают, чем дети родителям, правда? Ну, априори, изначально так. Конечно же, в какие-то моменты мы бываем, бывает, что очень сильно на своих детей обижаемся, и думаем, что они взрослые, уже все понимать должны в три с половиной года. Но вот проходит какое-то время, и мы потом как-то, знаете, так сникаем и понимаем, но это же мой, это же моя. И вдруг какое-то новое измерение отношений открывается. Вот это милующее сердце открывает новую сферу отношений со своими детьми. И отношения переходят на новый уровень. Шестое давление. Давление через жалость к себе. Давление через жалость к себе. Евангелие от Матфея 16, 22. И отозвав его, Петр начал прикосновить и говорить, Господи, ну пожалей ты себя, да не будет этого с тобой. Как хочется себя жалеть. Как хочется, чтобы нас жалели постоянно. Пожалели меня. Потому что мне вот, вот муж меня обижает, жена меня пилит, не понимает, дети меня не слушаются, зарплату не ту я получаю, работаю не там, не в той квартире живу, не то достигаю, реализую в своей жизни. Так хочется, чтобы меня пожалели. Так хочется пожаловаться другим людям. Да мы и жалуемся, да? Ну, мы, конечно, не жалуемся, мы просто рассказываем. У тебя как у меня так, а у тебя, а у тебя, а у меня вот так. Мы же не жалуемся, да? Мы просто вот, ну, как бы так свидетельствуем о проблемах своих, о радостях, о горестях. Мы делимся. Мы не жалуемся. А так хочется, чтобы нас пожалели. Так хочется мужчине, который потягивает пиво, чтобы жена сидела рядом с ним и жалует, и его жалобы слышала. Он ведь такой глобалист. Он ведь знает, как должно и в политике быть, и в экономике, и в жизни. Жена не понимает. А вот эта бутылка меня понимает. Вот мир агрессивен против меня. А вот зайдешь туда, и там сразу мир другими красками играет. И меня там понимают, принимают. Так вот, собственно говоря, аддиктивное поведение, зависимое поведение и формируется. Когда человек ищет наркотик и алкоголь, не для того, чтобы получить удовольствие, а чтобы избежать неудовольствия, которое он получает от окружающего мира и людей. Там меня понимают. Там я могу спрятаться. Там я могу... А вы меня пожалеете. Вы видите, как мне плохо. Вы видите, я недооценен. Я недооценен. Мне не те мужчины в жизни попадаются, не те женщины в жизни встречаются. Не та работа, не те возможности. Пожалейте меня. Господи, да не будет этого с Тобой. Да не будет этого с Тобой. А Господь поворачивается к нему и говорит, отойди от меня сатана. Человек не для жалости сотворен. Человек не сотворен для того, чтобы сидеть в безделье, спиваться, скалываться. Человек сотворен не для того, чтобы постоянно сидеть и ворчать, и брюзжать на окружающую жизнь, что с чем-то ему или с кем-то ему не повезло. Жизнь человеку дана, чтобы жить, чтобы радоваться, быть ответственным, быть последователем, быть верным. Жизнь человеку дана для того, чтобы быть счастливым. И, наконец, последний, седьмой страх. Давление через страх страдания и смерти. Давление через страх страдания и смерти. Мы не хотим страдать. И мы не хотим, чтобы умирали наши родные и близкие. И мы не хотим думать о смерти, потому что мы не понимаем, что это такое, и как с этим можно взаимодействовать. Это тупик, и дальше ничего нет. Если, возможно, доминует меня чаша сия. Иоанн Георгий от Матфея 26, 39. Если, возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Смотри, Иисус через это прошел. Страдание и страх смерти. Он по человечеству своему, по человеческому местиству сказал, доминует меня чаша сия. И здесь же, спохватившись, говорит, Господи, я со страхом не справлюсь. Ну, да будет, да? Что? Твоя воля, Господи. Твоя воля. Вот я за тебя ухвачусь. Ты знаешь, когда ты боишься, когда ты боишься, что эти отношения умрут, когда ты сталкиваешься со страданиями в своей жизни, тебе кажется, ты не пройдешь, это никогда не закончится. И дьявол говорит, это никогда не закончится. Ты теперь с этим будешь постоянно жить. Но если только в этой жизни мы надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. Но Иисус-то не только умер, Он еще и воскрес. Он живой. Он живой. И Он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Чтобы мы могли справляться с этими давлениями. И вот о чем он нам, какие два стиха, нам апостол Павел оставляет в послании к евреям, чтобы мы вот в этой теме давления помнили эти два стиха. 18 стих из 2 главы. Ибо как Сам Иисус претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Понимаешь, если бы мы сейчас перечислили эти семь форм давления и сказали, вот так, вот так было, вот так есть и вот так будет. А что с этим делать-то? Иисус говорит, отдай мне это. Отдай любое из своих давлений мне, и я помогу тебе это пройти, потому что мне помог пройти мой Отец Небесный. Отдай мне это давление, отдай мне этот страх, отдай вот этот прессинг изнутри тебя, от твоих близких, от незнакомых, от твоего надвигающего будущего, от непонятного настоящего и, может быть, совсем нехорошего прошлого. Отдай мне это давление, я тебя выведу из-под этого удара, из-под этого прессинга. И, наконец, послание к евреям, 4 глава, 16 стих. Посему, да приступаем, как? Без страха. Не бойтесь к Богу обращаться, не бойтесь у Бога просить, не бойтесь Бога звать в свою жизнь, потому что Он любит. Он придет не со страхом, Он придет для того, чтобы освободить от страха, освободить от давления, освободить от прессинга. Да приступаем к Нему без страха, к престолу благодати, чтобы получить милость Божью и обрести благодать Его в помощь всякий раз. Давайте скажем, всякий раз, когда я нуждаюсь. Всякий раз, когда я нуждаюсь, я не буду бояться приступать к престолу благодати. Когда я нуждаюсь, всякий раз, я не буду бояться, потому что Бог любит меня. Помогай нам в этом, Господь Бог. Аминь. Помолимся. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас. Мы благодарим, Господи, что Ты избавляешь нас от всякого страха. От страха за своих детей, мужей и жены, за свои финансы, за свое здоровье и за нашу жизнь. Господи, мы благодарим за то, что Ты наполняешь смыслом и надеждой нашу жизнь. Мы благодарим за то, что Ты прошел через эти семь форм давления, Господи, и прессинга. И, Господи, Ты победил этот страх. И Ты можешь нам помочь победить наши страхи, справиться с теми давлениями, с которыми мы встречаемся. Давайте эти слова вместе скажем. Во имя Иисуса Христа благослови мою предстоящую неделю. Сохрани меня от всякого страха. Дай силы Духа Твоего Святого для преодоления всякого давления в моей жизни, в моей семье, для моих родных и близких, Господи, для моих финансов. Господи, я не боюсь. Во имя Иисуса Христа я отказываюсь бояться. Я уповаю на Твое Слово. Я верю, что я любим Тобою, прощаем и храним. Потому что я все это прошу во имя Иисуса Христа, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Аминь. Да, давайте подарим аплодисменты нашему гостю, нашему пастору Игорю Игоревичу. Совершенная любовь Иисуса Христа, она изгоняет всякий страх. И как было сказано чуть ранее, что сейчас вот давление идет именно через это в жизни людей. Но Иисус когда-то сказал, и я повторюсь, я уже говорил об этом, Его слова. Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, а живет. И каждый верующий человек, он живет и должен жить на этих обетованиях Божьих. Он должен быть движим вечностью. И если сегодня вы тот человек, который еще не примирялся с Иисусом Христом, который не приглашал Его в свою жизнь, это ваше время. Сегодня самое благоприятное время, я вам так скажу, для того, чтобы пригласить Иисуса Христа в свою жизнь, для того, чтобы довериться Ему, потому что только в Нем есть сила, в Его имени. В Его имени есть надежда. И если есть люди сегодня здесь, в этом собрании, которые никогда не приглашали Иисуса Христа в свою жизнь, никогда не говорили Ему, Господь, вот я, войди в мою жизнь, прости мне мои грехи, стань моим Господом и Спасителем, то мы хотим пригласить вас сюда, на эту сцену, и чтобы мы вместе с вами прочитали эту молитву, молитву покаяния. В Библии есть такие слова, что мы сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. И есть среди этого собрания люди, которые никогда не приглашали Иисуса Христа в свою жизнь. Если есть такой человек, поднимите руку там, где вы есть, мы хотим вас увидеть. нет тех, кто не приглашал Господа в свою жизнь, кто хотел бы с ним примириться и прочитать эту молитву. Нет таковых? Да, давайте подарим аплодисменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!